МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно докладу о денежно-кредитной политике Банка России, в ближайшие годы спрос на специалистов рабочих профессий будет расти. Сейчас их рынок испытывает дефицит. Очень востребованы IT-специалисты, инженеры-механики, медсестры, воспитатели, рабочие промышленного и аграрного сектора и строители. Список можно продолжать. При этом уровень заработных плат предлагается достойный. Согласитесь, это мотивирует. Здравствуйте, это программа «Знания для жизни» и вот о чем расскажем сегодня. Я бы в плотники пошел, пусть меня научат. Пришел работодатель. Дайте мне экономиста, дайте мне механика, электрика. Какие возможности раскрывает перед молодыми специалистами рабочих профессий, современный рынок труда. От ученика до мастера. Существовала вот такая ремесленная иерархия. Как обучались ремеслу в Ставропольской губернии. Когда нет возможности платить по долгам. То есть это факт уния платежеспособности. Что такое дефолт, как его предотвратить и о многом другом, далее в программе. На каком факультете учитесь и нравится ли вам та специальность, которую вы выбрали? Учимся на факультете агрономии, да, нравится. Точно нравится. А кто тебе подсказал выбрать именно этот факультет? Ну, приехала подавать документы. И девочка, которая принимала документы, она учится на третьем курсе. И она мне говорит, поступай на агрономию. По агроинженерии. Нравится. Мне отличный преподавательский состав. Очень нравится учиться. А знания какие-то получаете, честно скажите? Не прогуливаете? Нет, не прогуливаем на все пары. Само собой, тренинги проходят. Вот недавно у нас проходили тренинги. Научили нас, как дальше двигаться по профессии. Думаю, на среднем образовании отучиться на ландшафтного дизайнера, а потом на высшее образование пойти на дизайнера интерьера. Учимся на банковское дело. Ну, раз мы выбрали, наверное, нам нравится. Как же здорово, когда человек изначально знает, кем хочет стать, и в будущем работает по специальности и профессии. Однако статистика говорит об обратном. Большинство школьников и абитуриентов понятия не имеют, кем хотят стать. Поэтому здесь стоит присмотреться к специальностям среднего звена. Престиж рабочих профессий советских времен значительно снизился. Поэтому высококлассных специалистов не хватает по всей стране. В Ставропольском крае кадровый голод ощущается в общепите, логистике, медицине, ритейле, строительстве и ЖКХ. И особенно в агросекторе. Заводы, фабрики и высокотехнологичные производства нуждаются в притоке молодых кадров. Поэтому большой сейчас приток в среднее профессиональное образование. И это неплохо, потому что рабочие специальности, они хорошо оплачиваются, они дают возможность выйти на рынок труда сразу, по завершению учебного заведения. И, кроме того, можно открыть свой собственный бизнес. В Ставропольском крае в систему среднего профессионального образования вовлечены 84 колледжей техникума и более 20 вузов, которые также реализуют программы среднего профессионального образования. Также есть специальные государственные программы переобучения или повышения квалификации. Сейчас мы наблюдаем, что есть тенденция, именно поиск себя очень долго. Молодые люди не всегда выходят с теми знаниями, которые они хотят применять в своей жизни. И очень многие переучиваются. Чтобы понять, какие профессии нужны региону, проводится работа, в которой плотно задействованы сразу три краевых министерства. Минобор, Минтруд и Минэкономразвитие. Чтобы понять, какие нужны кадры, в работе учитывают инвестиционные проекты и действующие предприятия Ставрополья. Их запросы оказывают первостепенное влияние на региональный рынок труда. Стоит отметить, что в соответствии с аналитической запиской Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края потребность в рабочих кадрах и специалистах среднего звена на сегодняшний день более 60%. Нужны рабочие в таких сферах, как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, IT-технология, педагогика, медицина и многие другие. Современным работодателям нужен не просто диплом о среднем профобразовании, а нужен специалист, который владеет различными гибкими навыками, так называемыми soft skills. Этот специалист, он должен, как, например, не просто быть техником по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей, но он уже должен еще обладать дополнительными компетенциями. Например, такими, как электрик. Или же он должен понимать и разбираться в технологии материалов. Образовательные организации Ставрополье включены в сетевое взаимодействие. В рамках проекта «Молодые профессионалы» в регионе действуют 13 ресурсных центров, 6 многофункциональных и центр опережающей многофункциональной подготовки, который включает в сетевое взаимодействие более 100 организаций – колледжи, техникумы, предприятия, ассоциации работодателей и вузы. Мы обучили больше 55 граждан, которые изъявили желание либо расширить свои знания, получив переподготовку и дополнительное профессиональное образование, либо обучились по совершенно новым направлениям. Особое внимание уделяется профессиональной ориентации и не случайно с 1 сентября во все школы введен профессиональный минимум. Внимание прежде всего на профессиях среднего звена. Мнение, что это непрестижно, постепенно сходит на нет. И этому есть причина. Рабочие профессии – это синие воротнички, как сейчас принято говорить, которые уже работают на таких производствах, автоматизированных, с IT-направлениями. И выполнять работу приходится рабочему уже достаточно в комфортных условиях. И зарплата сейчас рабочих и специалистов среднего звена не меньше, чем специалиста с высшим образованием. Помощник ветеринара, оператор электронно-вычислительных машин или автомеханик и другие профессии. На базе Центра опережающей подготовки школьникам предлагается выбирать одну из 18 профессиональных программ и пройти профессиональное обучение. И уже в 8-9 классе у них на руках имеется свидетельство о том, что они обучились. Они еще школьники, а профессия уже есть. Чтобы воспитать и научить специалистов рабочих профессий, в России создан проект «Профессионалитет». В его рамках сроки обучения сокращаются. Сам процесс обучения становится больше практикоориентированным. Вводится демонстрационный экзамен. С помощью профессионалитета работодатель может найти себе будущего работника, а студент обеспечить себя работой еще во время учебы. Благодаря также проекту «Профессионалитет», который мы выиграли в 22-м году, являемся кластером, единственным пока в Ставропольском крае, и предыдущей нашей работе наши студенты, могу сказать, что каждонедельно у нас группы выезжают на предприятие. Это и экскурсии, и мастер-классы от партнеров-работодателей, которые приезжают на университетские площадки, оборудованные по последнему слову техники. А студенты регулярно в течение семестра выходят на производственную практику и знакомятся с профессией непосредственно на территории предприятий. Также идет профориентационная работа и со школьниками края. Плюс амбассадоры профессионалитета, приходя в школы, показывают, рассказывают уже школьникам. То есть у нас и студенты являются наставниками для школьников, показывают, как это будет в будущем. У нас разработаны специальные материалы, презентации, диалоги с работодателем. Программа разрабатывается совместно с работодателем. Это позволяет выбрать оптимальный срок обучения и заложить компетенции, действительно нужные на производстве. Выпускники получают опыт от наставников, которые уже работают в компаниях. Специалистов будут выделять сами потенциальные работодатели. В целом схема проста и понятна. Пришел работодатель. Дайте мне экономиста, дайте мне механика, электрика, подготовки вместе со мной. Я хочу его забрать завтра на работу. Мне нужны люди. И когда он учится, он, допустим, станет помощником агронома, пройдя путь получения образования, профессионалитета, диплома, поэтапно может поступить дальше в высшую школу, и работать, и учиться, и он станет агрономом за короткий срок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессии осваивали не один год, а в конце обучения получали официальный документ. В Ставропольской губернии правами и обязанностями ремесленников ведала ремесленная управа. И это была не единственная ее функция. Ремесленная управа выполняла функции и полицейские, и судебные, и фискальные, то есть контролировала сбор налогов и поступлений от ремесленников. В ремесленники могли записать молодых людей не моложе 21 года, имеющих собственное хозяйство и способных предоставить место работы хотя бы для одного подмастерья. Существовала вот такая ремесленная иерархия. Ученик, подмастерье, ремесленник. Ну, мастер позднее, потому что это статус уже ремесленника высокого класса. Период обучения от статуса ученик до статуса мастер мог длиться в среднем 6-10 лет в зависимости от способности обучаемого и решения управы. Альтернатива такой форме обучения появилась в Ставрополе в 1872 году. Тогда открылось Ставропольское Михайловское ремесленное училище, где местным жителям из разных сословий в течение трех лет преподавали и общеобразовательные дисциплины, и, собственно, само ремесло. Выпускался обучаемый в статусе подмастерья. Профессии были самые разные. Башмачники, сапожники, портные, конечно же, переплетчики, парикмахеры, кузнецы. Девушки же обучались в Александровской гимназии и приобретали профессии учительниц, экономок, домоуправительниц, рукодельниц. В 1998 году Россия переживала один из самых серьезных экономических кризисов в истории страны. В августе этого года был объявлен дефолт. Говоря о дефолте, многие граждане связывают его только с государством, когда оно не может рассчитаться по своему внешнему и внутреннему долгу. Но это далеко не всегда так. Но иногда дефолт следует связывать и с предприятиями. То есть это факт неплатежеспособности, то есть когда предприятие не может оплатить по своим долгам. Дефолт – это первая ласточка банкротства. То есть нужно сразу подумать о том, что, наверное, финансовые трудности могут привести к дальнейшим, более серьезным последствиям. Дефолтов бывает два вида – технический и обычный. Технический не означает, что предприятие вообще не может оплатить свои долги. Чаще всего технический дефолт к нему прибегают тогда, когда хотят отсрочить платежи и воспользоваться свободными ресурсами для решения своих финансовых проблем, которые в будущем помогут повысить платежеспособность. Если этого не происходит и платить по долгам уже вообще невозможно, тогда наступает обычный дефолт. Иногда говорят, что дефолт может быть и у физических лиц. Специалисты допускают это в теории, хотя это не совсем правильно. Еще одна разница между банкротством физических лиц и неплатежеспособностью и дефолтом физических лиц в том, что зачастую причиной дефолта бывают не только финансовые проблемы, но еще и политические. Но и тут, конечно, применить слово «дефолт» к физическим лицам уже вряд ли получится. Многие рейтинговые агентства, которые ведут исследования в области подбора кадров, рекомендуют при поиске работы или направления для обучения обратить внимание на те области, где отсутствует риск автоматизации. Это означает, что наибольший спрос и перспективы есть по тем направлениям, где востребован именно человеческий квалифицированный труд – интеллектуальный или физический. Возьмите себе на заметку. Это была программа «Знания для жизни». Будьте финансово грамотными и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова